Стоит отметить, что пространство имен далеко не единственное. У нас много пространств имен, и более того, каждый вызов функций сопровождается созданием нового пространства имен. Однако давайте по всем по порядку. Когда же создаются пространства имен? Первое, пространство имен, которое создается, создается, когда мы запускаем интерпретатор. Это пространство имен built-ins. Оно содержит в себе встроенные функции и классы. Здесь мы можем найти все стандартные типы. Это может быть int, это может быть str, флоты, логический тип. Также здесь находятся все функции стандартной библиотеки, которые есть. Минимум, максимум. Функция, которая возвращает идентификатор объекта и остальные. Второе пространство имен, которое создается, это пространство имен main. Оно является глобальным и содержит в себе те имена, которые мы объявили на самом верхнем уровне нашего кода. Давайте посмотрим. Если бы мы здесь объявили переменную a, затем бы что-то поделали, потом бы мы объявили функцию fun, и объявили бы какую-то переменную внутри этой функции fun. На глобальном уровне мы объявили переменную a, и мы объявили имя fun. В то время как x определяется внутри функции, она в namespace main не попадет. Прежде всего x не попадет в глобальный namespace, потому что тело функции не исполняется, когда мы функцию определяем. Тело функции исполняется, когда мы функцию вызываем. Однако даже когда мы вызовем функцию, x не будет лежать в глобальном namespace, потому что каждый раз, когда мы вызываем функцию, у нас будет создаваться локальный namespace.